Новый мост через реку Кубань в ауле Каменомост будет массивнее, шире, длиннее и сможет выдержать более 200 тонн нагрузки, говорят в Карачаево-Черкесской Автодоре. Проект моста готов, он прошел экспертизу, определилась и подряд на организацию. Из Карачаевского района репортаж Аллы Динаевой. Сегодня в ауле Каменомост началось строительство нового моста, который соединяет с Карачаевском и ряд населенных пунктов Кубанского ущелья. Мостовое сооружение будет построено здесь же, на месте старого моста. Дорожники в ближайшее время планируют реализовать проект, разработанный на бумаге в жизнь. А по документам, которые прошли государственную экспертизу, здесь возведут мост протяженностью... 24 метра. К информации, тот мост был 15 метров. Это 24 метра длиной, ширина 11 метров будет. Кто подрядчик? Подрядчикового дороги. А 10 июня из-за поднятия уровня воды в реке управление Карачаева-Черкесской Автодор приняло решение о приостановке пропуска транзитного движения по данному мосту. Поток личного и общественного транспорта теперь осуществляется через поселок Марая-Гэм. А сегодня с утра у моста через реку Кубань заработала техника. Местные жители ждали этого дня с нетерпением почти год. Просим руководства, чтобы побыстрее построили новый мост. Тяжело нам, и много неудобств возникает у нас из-за этого. Много больных, пожилых, не у всех одинаковые возможности. Съездить в город по делам сложно. Помогите, чтобы быстрее построили нам мост. Одна сторона моста разрушена, и по другой стороне страшно проходить пешком. Когда обрушился мост, здесь погиб мой племянник. Все же машины имеют в ауле и в Учкулане. И в объезд на такси ездить очень накладно. Почему? Потому что такси здесь брал 70 рублей, сейчас 250 рублей. Очень накладно для людей. Не каждая семья, не каждый работник карачаевска себе не может позволить в день 500 рублей только на такси давать. Жители аулов Кубанского ущелья и каменомоста обеспокоены, что строительство моста может затянуться. И люди обращаются к главе республики Рашиду Цимрезову. Давайте обратимся к Рашиду Бориспиевичу. И он предпримет меры, чтобы этот мост не на 30%, как тендеры говорят, выиграли вот эти подрядчики, чтобы завершение не 30% было на этот год, дай Аллах, чтобы Рашид Бориспиевич взял под контроль и этот мост на этот год у нас, чтобы завершился на 100%. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкисия, Каменомост.